Слушай, а с кем говорить? Я не понял. Путин сказал в Голландии, что нужно договориться с гомосексуалистами. Ну, поговорить и договориться. А что это значит? То есть с кем? Гомосексуалисты же не структурированы. Путин сказал, что они делают карьеру. Правильно я цитирую? Они делают карьеру, они успешные люди, с ними никто не борется по существу. По этому признаку. Говоря о законах на запрет пропаганды гомосексуализма, Путин сказал, что эта инициатива исходит не от федеральной власти. То есть федеральная власть никогда не хотела этого, так? То есть этого хотело как раз именно общество, не из федерального центра. Это первое. Второе. Дальше он говорил, попробуйте поговорить о гомосексуализме в Чечне, так как если бы у нас была всюду Чечня, но по счастью у нас Чечня только в Чечне. По счастью у нас в Чечне... То есть он странным образом говорит, попробуйте себя представлять. А я очень хорошо себя представляю. В Чечне? Честно говоря, да. Вы знаете вообще... Я про Чечню не знаю, но я знаю про зарисовки от пуштунских командиров, от пуштунов и Северного Альянса в Афганистане, где при каждом командире есть юноши, которых он трахает, в хорошем смысле этого слова. Ну то есть совокупляется. Я имею в виду коэтус. Ну вообще. Я пришел теперь, когда нельзя ругаться. Не знаю даже, как выразить. Они входят в коэтус с юношами, которые специально для этого держат. То есть романтика всей этой жизни, безусловно, гомосексуальна. Повстаническая. Повстаническая жизнь гомосексуальна априори. Потому что не так много шлюх. Не так много шлюх найдется, чтобы ходить по этим самым... Это на другой, да, это по неволе. Тяготы, тяготы военной службы. Понимаешь? Нас на бабу напроменял, поют русские казаки, поют русские казаки в гомосексуальном призыве к Стеньке Разину. Они оскорблены тем, что он целую ночь с ней провожжался. Вместо того, чтобы провожжаться с мужчинами, он должен был провожжаться с мужчинами, а провожжался с княжной. Об этом в известной песне. Сам наутро бабу истал. То есть, на самом деле, на самом деле, я очень легко представляю себе в самых мужественных ситуациях латентный или декларированный гомосексуализм. В самых мужественных ситуациях. Ну, например, у Стеньки Разина, на Ладье, у повстанцев, всевозможных, в Афганистане и так далее, и так далее. Поэтому здесь я мог бы Путину привести примеры гомосексуализма именно в мужских сообществах. Да, и именно у монахов, вот в монашеских кругах и так далее. От одного из монахов, весьма высокопоставленных, я слышал о скользящей интрасексуальности, когда он не знает точно в каждый данный момент, гомосексуален он или гетеросексуален. Скользящая интрасексуальность есть качество, позволяющее ему быть гомосексуальным, гетеросексуальным каждое данное мгновение менять сексуальную ориентацию. Рассказывал мне один монах. Так что тут как видишь, тут как видишь. Ну, хорошо, а что Путин хочет с кем разговаривать, я не понимаю. Подожди, вот что он говорит. Нам нужно достичь консенсуса с этим сообществом, с гомосеками. То есть будет стол переговоров. Что значит нам? Кому нам? Нам, гетеросексуальным. Нам, когда говорит Путин нам, он имеет в виду власть, я думаю. Наверное, да. Власть, которая включает в себя гомосексуалистов. Поскольку он перед этим сказал, что они делают в карьеру. Они блистательные, они блистательные карьерные какие-то деятели и так далее, и так далее. Таким образом, нам нужно достичь консенсуса с этим сообществом. Имеется в виду не нам, гетеросексуалам, а нам, как власти. Нам, как трону. Договориться с ними о совместной работе. Какая может быть совместная работа с гомосексуалистами? То есть дать им представительство какое-то или что? Я не понимаю. Общественную организацию. Это может быть секцию в общественной палате. Ужас какой. Ну а почему нет? Я вообще не понимаю, если честно, если честно, я вообще не понимаю, почему сексуальная ориентация, сексуальная ориентация должна выделяться в меньшинство какое-то, с которым надо говорить. Нафиг с ними говорить вообще. Ну долбятся они и долбятся. Ну зачем об этом говорить? Ну они же сами выходят на улицу. Ну а зачем об этом говорить? Не понимаю. Какие-то претензии. Есть дальтоники, например. Давайте говорить с дальтониками. Давайте дальтоникам создадим секцию в общественной палате. Ну какая нам разница? Есть, ну хорошо, очень хорошо. С дальтониками очень тяжело бороться. С дальтониками невозможно бороться. Невозможно бороться, потому что их унижают постоянно и так уже с ними борются. Не ругаться друг с другом, говорит Путин. То есть не надо гомосекам ругаться с властью, а власти с гомосеками. А договориться. Понять друг друга. Как можно понять друг друга? Как можно понять друг друга? Как можно понять друг друга? Как? Не знаю. Я не знаю, о чем договариваться. И выработать определенные правила цивилизованные. Я думаю, это возможно, сказал российский президент. Как можно понять друг друга? Мы не можем понять, как они пихают в анальное отверстие. Мы не можем этого понять. Мы не можем этого понять. Категорически не можем. Как можно понять такую гадость? Ну вот. Не знаю. И что делать? Можно сказать. Ну вот, я думаю, что просто он был поставлен... Что, нет, дайте мне гомосексуалист. Гомосексуалист. Позвоните, пожалуйста, гомосексуалист. Мне просто интересно. Позвоните, пожалуйста, гомосексуалист. Вы гомосексуалист? Позвоните, пожалуйста. Объясните нам, что это значит. Вы гомосексуалист. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы гомосексуалист? Ты же сам пидор. 7, 8, нет, нет. Значит, мне нужен гомосексуалист. Это какой-то очень... А этот человек очень лично воспринял мое утверждение, что он гомосексуалист. Придурок, мы написали. Ага, спасибо. Да, значит, вы гомосексуалист. Позвоните, пожалуйста, 788-107-0. Говорю, о чем можно разговаривать? Как это? С вами надо разговаривать. О чем с вами разговаривать? Давайте, вы нам расскажите, о чем с вами надо разговаривать. Здравствуйте, вы гомосексуалист, прошу вас. Да, скажите, вы слышали мою цитату из Путина? Да, вы говорите по хэнс-фри. Вы не могли бы, может быть, окно закрыть или что-то, потому что шуршание? Ну вот, здрасте. Значит, вы слышите, он говорит по хэнс-фри, и одно шуршание только слышно. Только шуршание. Я почти не слышал речи. В том-то и проблема. Мне нужен гомосексуалист, 788-107-0, который расскажет, что, о чем разговаривать, с кем разговаривать, и о чем вообще нужен разговор. Алло, здравствуйте. Вы? Вы не сын не стал гомосексуалист. Да, мы, к сожалению, не знаем его позиции. И как его можно понять? Как можно понять гомосексуалиста? Я не знаю как. Я ехала в трамвае с сыном, он был тогда 14 лет. И смотрю, подходит какой-то мужчина, что-то там его вот толкает. Мой сын покраснел, подскочил ко мне, я устроила истерику. Очень правильно. Мой сын не знаю, ощущение от этих людей от мерзко исходит. Все это мерзко. Конечно, конечно. Поэтому, да, нет, спасибо. Значит, нет, ну понятно, но мы не знаем теперь этой позиции. Теперь вопрос, как с ними договориться, о чем с ними договориться. Вообще, я честно не понимаю. Я честно не понимаю. 788-107-0. Мне нужен гомосексуалист. Здравствуйте, вы гомосексуалист? Нет. 788-107. Мне нужен гомосексуалист. Вы звоните, пожалуйста, только в том случае, если вы гомосексуалист. Пожалуйста. 788-107-0. 788-107-0. Вы гомосексуалист. Здравствуйте. Алло. Да, да, да. Ну не шепчите только, я его смотрю. Вы гомосексуалист. Да, 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 да. Вы слышали цитаты из Путина? Считал, да, я читал, слышал, да. Что он говорит? Что это значит? Он говорит о переговорах. Я не знаю, с кем. Я тоже не понимаю, с кем можно переговаривать. Мне тоже странно, потому что тогда надо структурироваться. Внутри себя переговаривают. Можно? Можно? Секунду, секунду. Как вас зовут? Как вас зовут? Александр. Александр, тогда надо структурироваться как-то. Нет, это бессмысленно. Ну, конечно. Это невозможно структурироваться. Нужен вождь какой-то. Какой-то вождь, который будет ходить в Кремль или что это. Я тоже не понимаю, честно. Нет, я совершенно ничего не понимаю, но тут очевидно, о чем повестка дня совершенно очевидна, это гражданские права и свободы для союзов по сути, больше ничего. Ну, смотрите, секундочку. Значит, есть какие-то вещи, которые абсолютно понятны. Вот я, например, защищал позицию, условно говоря, французов, испанцев и так далее, в том, что если люди живут вместе, нам не важно, что они там друг другом делают. Они могут наследовать имущество друг друга. Вот именно, они, может быть, сидят медитируют, а может долбиться, нас это не должно интересовать. Абсолютно. Абсолютно, но, но, если они жили друг другом вместе и наживали совместное имущество, почему им не наследовать? Ну, это абсурд. Конечно, конечно. Это абсурд, абсурд. Но для этого не нужен ни с кем диалог, это нужно просто дать указание, принять такие изменения в гражданский кодекс. Да, абсолютно. Еще и больше ничего. А какой-то диалог? Чем? А чем диалог? Никакого диалога. Мы не ведем диалог с, действительно, дальтониками или с рыжими людьми или с левшами, для которых разрабатываются специальные программы в школе. И просто разрабатывают, и все. Александр, слушайте, намекните нам, намекните нам. Путин сказал, что они делают блестательные карьеры. Что там? Ваших много, ваших много, ваших много. Сергей, вы это лучше знаете. Нет, ну скажите, ну кто там педераст? Ну скажите. Нет, я не знаю. Ну, сдайте их, ну что вы. Вы о них часто говорите. Так я тут постоянно, он не сдал своих, он не сдал своих. Слышишь? Ну да. Я не понимаю же, вождь гомосексуалистов, одетый, одетый в перьях каких-то Орлана Белохвостого, является в Кремль, встреча в Георгиевском зале, там что-то, с нашей стороны должен выступить Валуев, мне кажется, Валуев, мне подозрение абсолютно, Валуев должен выступить, мне кажется. Нет, мы должны послать женщину. Потому что женщина... Я даже знаю. Женщина поймет педика, но ей легче. Нет, наоборот. Она будет держать оборону этих... Женщина поймет гомосексуалиста легче. Чего? Чем мужчина, потому что мужчина, он весь квадратный, у него мозг, а женщина скажет ему, а он скажет, девчонки, девчонки, пойдемте в туалет, пошепчемся. И все, понимаешь, как бы будет легче будет. Покурим на крыльцо. Пойдем покурим на крыльцо. Надо от нас послать женщину. Понимаешь? Да, я иду с Лизку. С Лизка, нет, С Лизка мужчина. Не годится. Нужна женщина, реальная женщина. Реальная женщина. Панфилова? Панфилова, слишком мамочка. Нет, слишком мамочка. Какой женщина? Делегируем женщину для переговоров с гомосексуалистами. Волочкова пошла бы, мне кажется, спокойно. Она могла бы жеманничать, и все быть похожей. Нужна женщина, похожая на гомосексуалиста. Внимание, которая жеманничает. Какая? Скажи мне, чтобы жеманничала обязательно. Нет, Панфилова мамочка. Она такая, они все будут ставиться на колени и говорить, маму, маму, маму Панфилова. На кто, на кто, на кто. Ну найдите мне бабу, которая... Давайте на СМС. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Путин говорит, что с гомосексуальным сообществом нужно разговаривать. Искать общие точки зрения, ну как-то договариваться. Я считаю, что от нас, от нас, гомосексуалистам следует послать женщину. Ну какая-то должна быть, она похожа на гомика такая, должна быть жеманная и так далее, чтобы они ее приняли за свою. Так будет легче договариваться. Внимание. Дайте мне фамилию на плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Я прочитаю во время автомобильного обзора. Погнали. Слушайте, значит, предлагайте фамилию женщины, женщины, которую вы попослали на переговоры с гомосексуалистами. Путин сказал, что нужно с ними договариваться, говорить, как бы и выработать некие понятия. Фамилия женщины. Киркоров, Пугачева, Валерия, Пугачева, Джигурда, Рената Литвинова, Собчак, они ее обратят. Женщину нельзя, говорит, закат, они сильнее. Политических проституток, предлагает Фроге, Литвинова Рената, Рената Литвинова, это 306-й, все очень-очень многие, 749-й. Рената Литвинова, Блёданс, говорит, 12-й, Рената Литвинова, 26-й, Набиулина, 72-й, Пугачева, 67-й, Рената Литвинова, 96-й, Лахова, 22-й, Хакамада, предлагает 17-й, Матвиенко, 38-й, я же говорил, мужчин не предлагать, Матвиенко, какая Матвиенко, Новодворская, 52-й, 74-й, Новодворская, Хакамада, еще 49-й, Голикова, переговорщик, это 81-й, 18-й, Новодворская, Пугачеву послать, она с ними, она даже за некоторых замуж выходит регулярно, говорит, скляр, а журналистка, желавшая дать шпилька и глаз, это Бажана Рынска, вот ее надо отправить к гомосексуалистам, Киркорова и Яровая, Яровая, Стародубцев, Волочкову, как Актив, Стародубцеву или Волочкову, Жирика и Свету из Иванова, Аножко, наконец, 17-й, предлагает, Аножко, Настя, триумф, это секунда триумфа твоего, 10 часов 57 минут, 5 баллов, ребят, не едет у лесного городка, у лесного городка на Минке авария, не едет, и от Глухого, от Арифлейма стоит Новая Рига, все остальное не так ужасно, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!